Также затронул вопрос нелегальной иммиграции в Абхазию. Есть проблема легальной иммиграции, конечно же, да, то есть люди получают официальное разрешение, это в основном гастарбайтеры, так называемые, из Средней Азии, Набиргистана, Таджикистана и так далее. И тем не менее, есть очень много нелегальных иммигрантов в Абхазии, которые приезжают в Абхазию, где-то прописывают в каких-то местах, в таких деревнях, а потом уже легализуются, и даже получают гражданство и паспорта. Кроме того, существует еще другой легальный способ получения гражданства, это комиссия по гражданству при президенте. Я участвовал, кстати, когда в МИДе работал 5 лет. Все-таки, конечно, это важно, чтобы люди при Абхазии приезжали, особенно если касается специалистов, очень важно для Абхазии специалистов. Однако, учитывая контингент тех, кто подавал, подает, это не всегда специалисты, это часто миссионеры, допустим, люди, которые уже не могут принести для Абхазии ничего хорошего, такого в плане экономики, культуры, просто хорошие условия жизни в плане нашей природы и климата. И в год комиссии выдает, то есть часть этих людей, это люди в Абхазии родившиеся, родившиеся, и они восстанавливают гражданство. Здесь, мне кажется, проблем не дружим вообще. Но часть людей, половина, можно сказать, аппликантов, это те, кто в Абхазии никогда не жил, просто хотят здесь пожить. И в год комиссия выдает примерно около 3000 лицензий на гражданство, паспортов, умножить на 10 лет, получится 30 тысяч. Это для Абхазии большая цифра. То есть надо об этом очень хорошо подумать и посмотреть на опыт других стран, маленьких стран. Например, княжество Монако. Вы знаете, предстоящее княжество, хотя еще недавно это было, лет 50 назад, такая бедная деревушка, получилась одна из самых таких дорогих стран мира. И тем не менее, там живет очень много иностранцев, покупают недвижимость, без проблем совершенно. Но гражданство получить невозможно вообще. То есть внутренняя ситуация в стране, она никак не влияет. Другой пример, объединенные Арабские Эмираты. Население коренного 18% местных. Они все гастарбайтеры, но они живут уже годами, уже поколениями живут. Получить гражданство невозможно категорически. То есть люди живут, они участвуют в экономическом развитии страны, там прекрасные условия для экономики, очень мало бюрократии и так далее. Но получить гражданство и влиять на внутренние процессы в стране, на референдум, на выборы, они не имеют права. Я думаю, что надо подумать о каких-то ограничениях в плане предоставления гражданства именно по легальному пути. Здесь тоже нужно, мне кажется, какие-то меры принимать ограничительные. И хочу завершить свое выступление, цитаты из выступления Владислава Арзема, главы нашего государства первого. Это цитата. Мы защитили свою землю, дошли до Ингура. Зачем нам эта победа, если здесь не будет жить Абхазов? Если нас не будет много? Если другие народы придут сюда и будут здесь жить, заберут наши земли, дома, заберут все, что у нас есть? Для чего такая страна для Абхазов? Нас должно быть много. Когда мы говорим о строительстве государства, в первую очередь мы должны жить проблему демографии. В первую очередь. Я считаю, что это очень важный посыл, который мы должны все помнить и, соответственно, действовать на всех уровнях.